Дарвин опубликовал «Происхождение видов» в 1859 году. Он считал клетку простой структурой, верно? Да, как и все в то время. Если в их понимании сложность клетки была сравнима с автомобилем Бьюик, с чем сравнить эту сложность в современном понимании, с галактикой? Если Дарвин считал клетку чем-то вроде комочка желе, что мы сейчас можем сказать о ее сложности? Что она гораздо сложнее, чем ракета-носитель «Сатурн-5». Что наука может сказать о клетке сейчас? Что это мир, который Дарвин не мог себе даже вообразить. Я отправился к молекулярному биологу Дугу Эксу, чтобы узнать подробнее о строении клетки. Живая клетка — это своего рода нанофабрика, где используются цифровые инструкции для постройки компонентов. Вот знакомая всем двойная спираль ДНК, состоящая из двух цепочек, которые переплетаются между собой. ДНК хранит в себе всю генетическую информацию. В высших формах жизни объем информации, хранимой в ней, может достигать 1 гигабайт и более. И вся она размещена в хромосомах, в крошечном пространстве внутри ядра клетки. Информация, которую содержит ДНК, кодирует последовательность аминокислот, нужных для сборки белков. Таким образом, она служит как бы одномерным чертежом, по которому строится объемный трехмерный объект. Это 3-дименсионная форма. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Почему бы не проверить эту теорию? Клетка не похожа ни на что другое. Это надо четко понимать. Это полностью самобытная структура. Информацию, закодированную в ней, нельзя объяснить случайными процессами в природе. Где-то должен находиться ее источник. Одна из важнейших задач биологии – узнать, откуда взялась эта информация. Дарвин предполагал, что увеличение объема информации происходит благодаря естественному отбору. Но естественный отбор уменьшает ее объем. Мы знаем об этом благодаря опытам. Откуда же берется генетическая информация? Это большой вопрос. Найдя информацию в молекуле ДНК, мы заключаем, что наиболее вероятное ее происхождение – разумное. Чтобы понимать, как это работает, нужно знать принципы инженерии. А без прорыва в нанотехнологиях невозможно дать им должную оценку.